Однажды один христианин задал другому христианину такой вопрос, для чего ты живешь? Ну, знаете, я думаю, если я сейчас задам каждому из вас такой вопрос, вы сразу начнете, ну как? А он говорит, не торопись, посмотри назад. Вот все твое время, которое ты живешь, для чего? И знаете, друзья, и следующий вопрос был такой, ты живешь, чтобы есть, или ешь, чтобы жить? Знаете, вот эти два таких направления в жизни есть у людей. Одни живут для того, чтобы есть, а другие едят для того, чтобы жить. Друзья, я думаю, что это важные вещи вообще в жизни человека, для чего мы живем. Для чего мы сегодня тратим свое время, что в нашей жизни больше всего доминирует, что в нашей жизни в приоритете сегодня. Какие, друзья, вот настроения через меня лично передаются в мою семью, на моих детей, на моих близких, на окружение, которое окружает меня. Друзья, я хочу прочитать Евангелие от Матфея, 6 глава, с 19 стиха, но будем читать выборочно. Я, бывает, вот часто мне попадается этот текст, сейчас мы с молодежью разбираем 6 главу от Матфея, я, ну, размышлял, и вот есть некоторые размышления, которыми хочу поделиться. С 19 стиха, Иисус Христос говорит такие слова ученикам и людям, которые были вокруг Него. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего во что одеться, душа не больше ли пищи и тела одежды. «Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают житницы. И Отец ваш небесный питает их, вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту, хотя на один локоть? Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам». Друзья, вот в этом отрывке мы прочитали, Иисус Христос говорит на самом деле очень серьезные вещи. Вы знаете, вот мы читали 19 стих, Иисус Христос говорит «Не собирайте себе сокровищ на земле». Друзья, вы знаете, я вот так размышлял и думаю, что сокровища на земле – это не только обязательно какие-то богатства могут быть, хотя и это тоже. Это могут быть какие-то таланты, это может быть, знаете, где-то нас в чем-то замечают люди, где-то мы полезны и так дальше, и мы на это очень много уделяем времени и собираем, собираем там. И Христос говорит, что вот все это времяпровождение за этим, оно вам не принесет никакой пользы. Почему? Потому что есть вероятность, что то, что вы насобирали, это испортится, это украдется. И потом, когда это наступит в вашей жизни, вы поймете, что время прошло впустую. Вы знаете, мне рассказывал один человек в его селе, один мужчина, ну, собирал деньги, вот, и потом ему еще наследство досталось, он продал. И время было такое, что он не знал, что вообще, как поступить с этим, ну, и думает, как вообще, как поступить. Понести в банк, потом передумал и решил, что лучше хранить в банке в трехлитровой это все. Вот, он все туда сложил, вот, закатал крышку, ну, как надо, все, и закопал в огороде. И вы знаете, и спокойно жил, как бы думает, у меня там все есть, все хорошо, я богатый человек, все вот, все это время посвящал, все складывал, все там на черный день, и не только, может быть, у меня все будет. И вот он говорит, прошло прилично времени, по-моему, что-то или лет шесть, или семь прошло, он не открывал эту банку, не ходил туда. Вот, ну, и потом пришла, видно, какая-то нужда, и он решил это сделать. И вы знаете, когда он открыл, но он не знал, наверное, что вот эти вот жестяные крышки сверху, они прогнивают. И вот эта крышка прогнила, и туда вода, и, в общем, от этих денег не осталось практически ничего. То есть они настолько испортили, что банки их даже не принимали. И этот человек был абсолютный трезвенник, такой работяга, и все, и вы знаете, этот человек запил, он, говорит, так запил, что просто невозможно было на него смотреть. Друзья, вот так вот люди, те, которые, ну, что-то стяжают, да, что-то пытаются сэкономить, и где-то что-то складывают, и тому подобное. И Христос говорит, что, в принципе, этим занимаются люди, но я вам не рекомендую. Почему? Потому что, ну, вы можете это потерять, и будет больно. Друзья, ну, смотрите, Христос, как бы, обращает внимание на второй момент. Он говорит такие мысли, что, ну, собирайте себе сокровища на небе. Друзья, и дальше Он говорит, почему, для чего это нужно делать. И Он, ну, как бы, приводит такую же мысль, что говорит, что вот там моль уже это не съест, ржавчина это не возьмет, воров там нет. То есть, это очень хорошее вложение. Собирайте там. Друзья, как бы, знаете, вот, как бы показывают их две параллели, что нужно есть для того, чтобы жить. Нужно двигаться вперед, нужно заниматься определенным делом, служением каким-то, да, вот, угождать Богу, исполнять Его Слово, и тем самым делать какое-то добро, и так дальше, везде, где ты нужен употреблять себя, и тем самым собирать вот это сокровище на небесах. И Христос говорит, и это очень важно, ты ничего не потеряешь. Друзья, и ниже Он говорит такую мысль, что там, где ваши сокровища настоящие, вот то, что ваше желанное, да, то, что ваше дорогое, там будет ваше сердце. Вы знаете, вот, возвращаясь к этому мужчине, я думаю, что он не раз вспоминал об этой баночке. Вокруг нее, возможно, он ходил, возможно, он там посматривал, никто там ничего не... Ну, то есть, он переживал об этом. Это его сокровище. Оно было там, там, ну, где-то далеко от него, и тем не менее, он всегда думал об этом. И знаете, может быть, какая-то радость была в сердце, что все-таки что-то у меня есть, и так дальше. Друзья, но вот Христос говорит, что если вы будете собирать это для Царствия Небесного, мы знаем, что за человеком идут только дела его, да, и Господь говорит, если вы будете трудиться над этим, если это у вас будет в приоритете, то сердце ваше тоже будет там. Друзья, и ниже Христос говорит так, что «Посему говорю вам, не заботясь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться». Вы знаете, друзья, вот мы сегодня переживаем такое время, вот, у многих и многодетные семьи, да, и сейчас такое время тяжелое. Знаете, сегодня звонил один человек, там, жене, ну, и как бы, как бы, жена говорит, ну, сейчас такое время, она говорит, у вас что-то случилось. Ну, знаете, вообще время такое, да, вообще в мире такое время, что, ну, разные движения, мы не знаем, что будет завтра, мы не знаем, какие будут, ну, то есть вообще очень сложно что-то спрогнозировать. И, друзья, знаете, и бывает, и подходит и к нам такие настроения, когда мы теряем покой, когда мы думаем, как жить завтра, что одевать, во что, что пить, что есть. И эти переживания, они бывают, сильно нас накрывают, накрывают не только отца и мать, бывает, накрывают и детей, ну, вот, да, такое слово я говорю, они тоже входят в эти переживания. И, друзья, вы знаете, и, казалось бы, и нету никакого исхода, и очень сложно и тяжело. Друзья, и вот, смотрите, Господь вот после этих слов переводит, переводит, как бы, дальше мысль на птиц. Он говорит, вот вы посмотрите на этих небесных птиц, вот они летают. Я, и он говорит такую мысль, что они не сеют, не жнут и в амбары не складывают, да, в житницы не складывают. Друзья, а вы где-нибудь видели голодных птиц? Вот я имею в виду голодных, там, от голода умерших. Вы знаете, я нигде не видел. Может быть, они где-то есть, но я не видел таких вот прям, знаете, чтобы там стая какая-то вот прям с голода умерла. Друзья, Господь заботится о них. Ну, вы знаете, самое интересное другое, я заметил, что птицы, они на месте не сидят, они летают, да. Они все-таки летают, ищут, и Господь им посылает. То есть, друзья, другими словами, у них нету, ну, они не занимаются вот этими процессами, да, там, изготовления своей еды. Но тем самым, друзья, Господь заботится о них. Ну, и не только, наверное, о птицах. Друзья, и я вот думаю, что Господь тем самым показывает, что и говорит, что «а вы-то лучше птиц. Я вас вижу каждый день, я знаю ваши потребности, я знаю ваши нужды. Вы не забудьте об этом». Друзья, я думаю, что вот эти слова, которые говорит сам Иисус Христос, они должны сегодня быть очень близки и дороги для нас, что наш Господь, Он знает наши нужды. Друзья, и вот дальше Господь говорит такую мысль, «Кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту?» Вы знаете, друзья, на самом деле, это действительно, ну, серьезный вопрос. Нам кажется, что мы что-то можем. Нам кажется, что мы можем сделать какие-то шаги вперед, что-то сдвинуть с места прям так глобально там и тому подобное. Господь говорит, ну не можете вы вырасти больше того, чего Я вам дал. И все зависит от Меня. И вы это не забудьте. Друзья, и я думаю, что это тоже такое определенное обетование и радость в том, что мы живем вот в этом царстве нашего Господа Иисуса Христа, который заботится о нас и хочет, чтобы у нас все было. Друзья, и вот дальше Господь говорит такие слова, «Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться». Другими словами, Он говорит, не переживайте об этом. И вот смотрите, мысль такая, «Потому что всего этого ищут язычники». Друзья, вы знаете, вот если посмотреть сегодня на жизнь неверующих людей, то действительно вся жизнь складывается из того, чтобы мне было хорошо, чтобы у меня была еда, питье, в моей семье было хорошо, все у нас было, максимально себя огородить, обезопасить и так дальше. Друзья, ну у меня вопрос такой, а у вас таких настроений нет? Да я тоже думаю, да, у нас тоже есть такие желания, чтобы у нас все было хорошо. Друзья, ну смотрите, что говорит Писание, что говорит Христос. Он говорит, что язычники, они этого ищут. Друзья, они этим занимаются постоянно. Проснулся и все. Вы знаете, я когда размышлял, я думаю, вот очень похоже на алкоголиков. Люди, которые просыпаются очень рано, у них одно на уме – найти спиртное или наркоманы. Найти, 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 они этим заботятся, потом раз – удовлетворились и легли спать. Утром опять то же самое. И вот так жизнь проходит постоянно, 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 постоянно. Друзья, и они больше ни о чем другом и не размышляют. И мне кажется, что вот эта жизнь, она действительно похожа на жизнь для того, чтобы есть. То есть, друзья, другими словами сказать, эта жизнь, она в никуда. Она сосредоточена на каких-то таких мелких целях. И, друзья, эта жизнь, она никогда не удовлетворит, даже если у этого человека будет всего очень много. Друзья, и Господь нам говорит, что люди мира этого, они этого ищут постоянно. Друзья, и вот смотрите, Господь переключает и говорит, а вы, а вы ищите другого. Вы ищите прежде Царствие Божие и правды Его. Друзья, я не буду сегодня много говорить, что такое Царствие Божие и что такое правда Его. Наверное, просто в двух словах скажу, что самое важное – вы ищите, чтобы на первом месте у вас было найти Бога в своем дне. Позаботиться о том, чтобы с Ним поговорить, чтобы Его послушать, пообщаться с Ним, прославить Его. Друзья, прославить не только самому, может быть, семьей прославить Его. Вот ищите этого. И Господь говорит, что вот все остальное, то, чего ищут люди в этом мире, это к вам просто приложится. Вы не останетесь без этого. Знаете, друзья, я думаю, когда в нашей жизни будут вот эти приоритеты, в первую очередь прославить Господа, да, жить по Его воле, вот, друзья, то тогда, вот я для себя такую мысль отметил, что вот этот приоритет, он формирует что-то. Друзья, вот этот приоритет, он формирует нашу жизнь, жизнь нашей семьи, настроение в наших близких. Друзья, это то, чем мы живем сегодня. Если мы сегодня желаем угождать нашему Богу, если мы хотим посвятить нашу жизнь именно Ему и посвящаем Ему, да, то это будет отражаться и на всех наших близких. Друзья, наша жизнь, она, хочешь не хочешь, она будет так складываться. Вы знаете, вот если вспомнить апостола Павла, он такую мысль говорит, да, он говорит, для меня жизнь Христос. Друзья, для меня жизнь Христос. А это что значит? Все, что связано со Христом, все, что связано с Его повелениями, все, что связано с Его желаниями, это все во мне. И мы знаем, друзья, смотрим на жизнь апостола Павла, он написал очень много посланий, да, он написал очень много, ну, трудов, да, он кого-то благословлял, кого-то учил через эти послания. кого-то обличал и так дальше. Друзья, и мы знаем, что апостол Павел, он еще и занимался своей работой. Он шил палатки. У него был какой-то определенный, может быть, небольшой свое какое-то производство. И тем самым, друзья, он это делал, но это было не основное в его жизни. В его жизни основное было, чтобы жить для Иисуса Христа. И последнее, друзья, я хочу отметить мысль такую. Мы, знаете, вот знакомое место, помним, когда Иисус новин, Он обратился к народу и такую мысль сказал, «Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить». Ну и дальше он говорит такую мысль, «А я и дом мой будем служить Господу». Друзья, вот знаете, вот у этого человека было не только желание, не только, наверное, ну, просто такое состояние души на тот момент. Я думаю, когда он выражал это слово, он взвесил все, и он сказал, «Я первое, да, лично он первый будет служить Господу». И потом он говорит такую мысль, что и дом мой будет служить Господу. Друзья, и знаете, вот потом там в кавычках стоит такое слово «почему». И тут написано так, «Ибо Он свят, Господь свят». Друзья, и Иисус Намин, Он это понял, и Он захотел. И Он поставил это в приоритете, в первую очередь, в своей жизни служить Господу. Друзья, вы знаете, я когда, ну, прочитал это место, мне вспомнился этот наш простой псалом, который мы поем иногда, вот когда мы молимся о детях, о молодежи. И вот он называется «Мой дом, и я служить хочу». Вот знаете, там такие слова, я когда немножко, ну, вот, прочитал их просто без пения, вот, и, ну, мне очень понравилось, там, первый куплет, там, второй поустишься, такие слова, «Но дай мне силы самому послушным быть рабом Твоим». Друзья, оказывается, вот тот, кто поет эту песню, он говорит, «Господи, я очень нуждаюсь, чтобы я лично, я мог быть послушным Тебе самому». Друзья, я думаю, что это очень важно. И когда это будет у меня лично, и у каждого из нас на первом месте, друзья, то Господь благословит. Вы знаете, вот третий куплет тут такая вот тоже, я просто себе подчеркнул такие мысли. «Всегда лишь мыслью занят я, чтобы я и вся моя семья». Друзья, «Всегда лишь мыслью занят я». Друзья, какие мысли бывают еще помимо вот этой мысли у меня? «Может быть, друзья, что-то в моей жизни доминирует намного больше. Может быть, знаете, может быть, у меня есть какие-то другие желания. Да, они направлены о семье, может быть, в семью. Но у меня, может быть, конкретно нету, чтобы я и вся моя семья воздвигли в сердце нашим храмом». Твоим спасительным словом. Друзья, да поможет нам Бог, чтобы в нашей жизни на первом месте у нас было желание жить для Иисуса Христа, чтобы это было в приоритете, чтобы это было не только на словах, чтобы мы этого хотели, чтобы мы служили этим, ну, точнее, служили для Бога, чтобы это было непринужденно у нас. И, друзья, я думаю, что тогда наладится многое в наших семьях. Тогда многие захотят поступать так, как и мы поступаем. И, друзья, и, может быть, это не только можно сегодня сказать о детях. Мы сегодня молимся и о наших неспасенных родственниках. И я думаю, что, когда мы с ними общаемся, они тоже будут видеть наши приоритеты. Они будут видеть наши желания. Друзья, и я думаю, что, когда у нас будут вот эти добрые настроения, чтобы на первом месте был Господь, друзья, многие люди будут тоже хотеть последовать за Ним. Да поможет нам в этом Господь. Помолимся об этом. Аминь. 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 Продолжение следует...